С нами Лея Баку-ТВ. Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Слышно меня? Да, да. У нас три сегодня вопроса. Первый вопрос, вы частично коснулись этой темы. Речь идет о предстоящей встрече премьер-министра Армении с высокопоставленными представителями ЕС и США. И российская сторона уже неоднократно высказывала опасения свои, в этой связи. И связаны они с тем, что Ереван переходит от слов к действию, готовится к новому стратегическому союзу. Есть ли мнение, что НАТО планирует расширение своей активности со стороны Южного Кавказа? Вы знаете, я хотела бы обратить ваше внимание на подробное обсуждение этой темы в рамках программы на телеканале «Звезда» с Натальей Медленой. И было просто на все подробно отвечено. Я могу в дополнение сказать, что действительно вызывает сожаление, что в Ереване упорно игнорируют антироссийскую направленность подобных мероприятий, их абсолютную заточенность против интересов большинства стран региона, несоответствие целям достижения мира стабильности на Южном Кавказе. И самое главное, отсутствие примеров того, как те, кто сейчас обещают все и вся Еревану, где-либо это реализовывали в предыдущие разы. Вот таких примеров просто нет. Но есть примеры обратного. Когда обещали не меньше, а даже больше, а не реализовали вообще ничего и привели к абсолютному обрушению экономики, государственности, так сказать, обострению общественных, социальных проблем. Вот этого много было. Что касается планов США и НАТО в регионе, то мы опираемся на реальные факты. Я просто напомню, что с 1 апреля в армянской столице находятся инструкторы Пентагона. Они приехали делиться методами работы американской военной пропаганды. 19 марта состоялся визит генсекретаря НАТО Столтенберга в Армению. В ходе этого визита он тиражировал, опять же, антироссийские, как они говорят, нарративы, то есть идеологемы. В сентябре прошлого года в Армении прошли учения Eagle Partners с участием США. Что это такое? Это все мероприятия антироссийской направленности и нацелены они на дестабилизацию ситуации внутри региона. У Армении, у официального руководства Армении есть действительно опыт урегулирования проблем внутри региональной, так сказать, ситуации своими ресурсами и ресурсами сопредельных стран. Есть действительно позитивный опыт, это надо отдать должное так, а как только начинают вмешиваться вот эти все инструкторы, советники, политики со стороны ЕС, а это никакой не ЕС, это на самом деле ЕС только служит для прикрытия, это НАТО, тут же начинаются у Еревана, официального Еревана проблемы, которые потом списываются на тех, от взаимодействия с которыми они отказались, от соседей, от участников, так сказать, соответствующих международных механизмов урегулирования и так далее. Вот здесь все свободные страны, все могут делать свои выборы и должны это делать сами, но вопрос в другом, если это решение принимается, то за него надо нести ответственность, а потом не списывать на других, на ОДКБ, на Россию, на плохую погоду и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok